В общем, это был фестиваль в городе Харбин. Это был фестиваль профессий, разных профессий. И в частности, я туда поехал в качестве повара, то есть представлять в Харбине профессию повара. У нас был сет из шести блюд. Первый стартер был у нас, получается, зеленое масло с черемшой, ну, с черемша, и сливочное масло взбитое. То есть подавали мы его с бородинским хлебом. Очень понравилось. Вот, китайские ребята вообще все там тащились от них. Они бородинский хлеб вообще любят, и был соки, что они активно его кушали. Потом второй стартер был у нас, это малхитовый сет. Это камни в огуречном фреше геля. Внутри был паштет, получается, скумбрия, и рикотта должна была быть. Потом у нас был розбив. Розбив — это гвядина мяса. Вот, получается, соус был из аджики, гель был из соленых огурцов. Ну, то есть все такое в русском духе, получается, было. Вот, потом было тоже бестроганов из говядины был. Получается, мы делали как драйник, рулет драйника туда, получается, поместили вот этот бестроганов. Все это вот красиво выглядело. Еще у нас была котлета пожарская. Это рубленая куриная котлетка на сухарях, получается, все это обжаривается. И мы делали ее с пюре и с фашиной капустой. Тоже решили сделать акцент вот именно на русской, вот нашей традиционной кислинке вот этой вот капусте. Благополучно проехал нашу границу, здесь прошел. И уже на китайской границе меня приняли, так сказать. Встретили, конечно, хорошо там наши коллеги мои. Ну, в итоге забрали вырезку у меня, забрали сметану, забрали рикотту, сливочное масло. Вот все то, что нельзя. Отвоевал только скумбрию, а все остальное у меня вот практически забрали. Капусту разрешили почему-то провести, тоже огурчики тоже. Ну, как раз таки началось все у нас, весь смыточек такой, когда у нас все забрали. Я сначала очень сильно расстроился, потому что, ну, где мне искать сметану? Где мне искать сливочное масло в Харбине? Вот, благо, ну, мы очень долго, мы целый день потратили, мы изъездили в очень много магазинах. Мы пробовали прямо в магазинах, потому что, ну, открывали вот творожную. Я не нашел рикотту, я заменил рикотту на творожный крем-чиз, ну, сыр. Потому что рикотту там вообще тяжело было найти. Масло тоже сливочное открывали, нюхал, я нюхал, все. Пробовали сметану тоже, искали сметаны, вообще нет. Получилось сметану мы заменили на, как у нас греческий йогурт, 0%, также вот я там нашел более-менее по кислотности похож на сметану, это был вот как раз таки тоже такой йогурт. А сметану мы так не нашли, к сожалению. Да приятный момент был вообще эта вся поездка, потому что я первый раз поехал в Китай, то есть я вообще до этого не ездил никогда в Китай, то есть это была моя первая поездка. У меня было, конечно, все дико, все красиво, все прикольно. А на фестивале, ну, мне понравилось то, что это очень, во-первых, большой был, очень масштабный такой фестиваль. Нас снимала еще китайское телевидение, тоже показывали нас там по телевизору, что вот мы там, ну, хорошо поработали, я считаю. В общем, мы приехали, у нас был переводчик Максим, меня сопровождал переводчик Максим, потом замдиректора училища Хэй-Хэ. У нее было такое сложное имя, а русского не было имени у нее. Вот, и первый день, когда мы приехали, она тоже с нами ходила везде кушать, во всякие кафе, рестораны. И она везде за нами ухаживала, давала нам салфеточки, там все следила, чтобы все поели, всех ругала, чтобы доедали. Вот, и мы вышли потом очередной раз с ресторана, я говорю, Максим, можно я буду называть ее мама? Потому что она, говорю, такая заботливая, говорю, и все вот так делает. Максим спросил у нее, она сказала, «О, да, не против». И она согласилась, и мне было приятно, и я ее называл мама. А еще на выставке был такой момент смешной, когда я делал блюда для фоток, не для дегустации, чтобы просто стояли. Я делаю эти малохитовые камушки, и поворачиваюсь, их уже нет, съели. То есть, ну, я не успевал, я потом Максиму говорю, ты следи за ними, чтобы, говорю, никто больше не кушал вот эти выставочные, говорю.